Всем доброе утро! Всем приветик! Утро началось, у нас новый блог. Это будет мой уже второй блог. Ребенка отвела в сад. Теперь пришла и занимаюсь теперь собой. Недавно открыла для себя вот такую масочку. Мне очень понравилось ее действие. Сейчас ее делаю утром. Она очень классно тонизирует, разлаживает морщины. Я не могу сказать, что она там прям их разглаживает, но она хорошо увлажняет кожу. Сегодня много дел. Надеюсь, вы проведете этот день со мной. И посмотрите, чем я буду сегодня заниматься, что я буду сегодня делать. Я решила вам показать. Все, полы я помыла. Теперь мне осталось разобрать игрушки. Этот матрас мы кладем сюда. У меня ребенок здесь играется с игрушками и сидит на матрасе. Ковер мы сняли. Нужно везти его в стирку. После 15 августа повезем его в стирку. Он огромный. Его нужно везти на машине. Муж освободится, отвезет, конечно же. Полы я помыла. Вот моя киса. Матильда Ивановна. Кисиуля. Манюня. Мою я хочу вам показать. Вытираю пыль точнее. Вот таким вот универсальным средством от Фаберлик. Мне очень нравится. Оно для всего эффективно моет. Различные виды полов, стен, предметы интерьера. Я просто обычно у меня темная мебель. Я наливаю и просто вот так вот натираю. Оно не требует никакого смывания, ничего. И появляется блеск, убирает пыль. И дня три, может где-то два дня, не видно вообще, что пыль. Особенно на темном часто видно, что садится пыль. Если обычно ее вытрешь. И уже сразу через два часа вы видите результат того, что как будто вы не убирали и ничего не делали. Я просто наливаю и вытираю всю мебель. Так протираю я. Мне очень нравится. Я уже давно ее покупаю. И только им. Раньше какие-то пронто покупала. А сейчас, конечно, эти пронто не нужны. Если у меня есть свой Фаберлик, где я заказываю со своей скидкой, мне не нужно никуда ехать, только в офис езжу. Забираю свой заказ. И все. Полы помыла я и в кухне, и в ванной. Еще буду ванну мыть. Но мне сейчас нужно приготовить покушать. Ребенка забрать с сада, уложить. И только тогда я мою в ванну. В ванну я не мыла 5 дней. Покажу вам, в каком ванну у меня уже состоянии через 5 дней. Так что, вот так вот. Кушать нужно приготовить нормальное количество. Сейчас я это все повытираю. Разгребусь совсем. Начну готовить кушать. В сад мы ходим уже. Ребенка вожу я 2,5 месяца. Все 2,5 месяца у нас оказались привыканием. Это у меня я на ночь ребенку одеваю памперс. А так мы уже целый день на прогулке без памперса. Да, писаемся. Почему мы сняли ковер? Потому что писаемся мы. Не всегда это делаем в горшу. Купила крышу на унитаз я. Вот, присаживаю на унитаз и на горшок. То есть, короче, боремся мы с этим. В садике борются с этим. Я здесь борюсь с этим. Чтоб не писался в трусики. Вот, но ничего. Это дело времени. Сейчас быстро и скоро это все решим. А, за садик, что хотела сказать. 2,5 месяца мы ходим на 2,5 часа. У нас очень тяжелое привыкание. Вот, ребенок отказывается там кушать. Кушает ложкой там только свою любимую гречку, макароны, хлебушек. В садике кормят вкусно. В садик ходим бесплатно. За садик мы ничего не платим. Кто меня смотрит первый раз. Я живу в Донецке. Живу в Донецке. Еще в райончике. Если стреляют, он обстреливаемый. Очень громко здесь все слышно. Очень громко тут свистит. Все летает. Но дело не в том, что где я живу. Дело, говорю, за садик. Садик очень хороший, теплый. Очень хорошо там кормят и рассольники в этом. Каждый день вывешивают менюшки. Что будет сегодня. Мы за садик вообще ничего не платим. Ну, это сказали пока. Пока ведутся боевые действия. Садик у нас бесплатный. А там как пойдет дело. Мы не платим. Не знаю, как в центре города люди водят детей. Садик платят, не платят. Но у меня здесь в районе Вульва-центра мы проживаем. Мы ничего не платим за сад. Вообще ни копейки. Вот такие вот дела. Отказывается он у меня кушать. Не знаю, конечно, в чем причина. Дома он, в принципе, тоже не всегда кушает ложкой. Такой лениться у меня парень. Ленивый немножко. Чтобы мама покормила. Включили музыку, мультики. Под мультики мы с ним это все сделали. Дело. Как бы так. Ну, сказали, ничего страшного. Как бы нужно гнуть свою линию. Говорить, что нет, нет, нет. Давай, парень, будем по-другому. И то есть нужно немножко это все дело перебороть. Ну, вот чем мы и занимаемся. В садике занимаются. Сейчас уже неделю мы ходим с ним уже не по два с половиной часа, а уже я его забираю перед сном. Группа освободилась. По старших деток перевели в старшую группу. С ясельной в старшую группу. Вот это случилось 1 августа у нас. И освободилось у них время. И они его кормят. Ну, как кормят? Даже если вот он утром не покушал, но он всегда там что-то кушает. Какое-то печенье, хлебушек, пьет. Ну, как бы сказали, этого достаточно. Потом они гуляют, идут на прогулки. Мультик смотрит только 15 минут. Включают мультики. Мультики включают им советские. Ну, погоди, Винни-Пуха. Вот такого вот. Я когда забирала его пораньше, я слушала, что у них время мультиков. Они все обсуждают. Кто там, воспитатель говорит. Заяц-волк, волк-заяц. Ну, такие. Винни-Пух, детки, а кто это? Они все говорят, Винни-Пух. У нас, конечно, с речью тоже немножко так говорит папа. Папа говорит идеально. Хотя мама больше времени с ним проводит. Но он почему-то, ему, наверное, легче папа. Иногда бывает на меня горит папа. Горит мама. Ну, мама горит, ну, так, не прямо уж с охоткой. Но бывает такое вот. Начался у меня новый прикол. Прикол в том, что я, когда его ругаю, у меня не было никогда такого. Я когда ругаю, говорю, нельзя. Немножко повышаю голос. Говорю, нельзя этого делать. Ты чего? Он берет себя и бьет по ноге. Ну, как бы он сам себя наказывает, как я поняла. То есть, вообще, такой сейчас период. Очень веселый у нас. Ну, все. Вот я еще у меня наверху, где мотив, да, спит. Там игрушки. Надо все перебрать. Там половину тех игрушек, которые у меня вообще уже разобраны. Там, ну, их выбрасывать надо. Надо будет заняться. Но это надо заняться без него, наверное. Завтра этим займусь. Потому что он везде лезет, он все раскидывает, он все забирает. Он считает, что это ему надо. Он несет, прячет к себе под подушку. То есть, такой вот. Лишь бы, чтоб я не выбрасывала. Ладно, пошла заниматься дальше. Я еще с вами увижусь. Встречусь. Поснимаю. Поснимаю, что я дальше. Сейчас буду делать оладушки. Так, про садики я вам не рассказала. В общем, его берут в руку, дают ложку, держатся в запястье, его кормят. Ну, то же самое, что я делаю и я, конечно же. Я на крупную терочку. Это цукини измельчено. Добавляю одно яичко, мукам и сольку. Остались еще у меня цукини. И я их порезала и обжарила в муке с чесночком, с майонезом. Вот и цукини готовы. Какие аппетитные, вкусные. Засолила я свою селедку. Рецепт будет на канале. Как я ее солю, я обязательно рецепт сниму. Трое суток она должна у меня храниться в холодильнике, либо зимой на балконе. Вот так вот через три дня будем что-то делать. Может даже с вами. Вот так вот будет вкусно. Ну вот сейчас буду мыть ванну. Пять дней я ее не мыла. Смотрите, что у меня происходит. Здесь стоят баночки. Краны нужно все это повымывать. Налет на кране. Вот здесь стекло. Какими средствами буду пользоваться. Для стекол у меня вот такое. Я покупала просто насадку. Вот эту золушка. В принципе неплохая. Хорошо она отмывает. Разводов не оставляет. Просто может то, что у меня есть специальная тряпочка, чтобы разводов не было. И краны, все остальное будем натирать вот этим вот чистящим. Моим самым любимым. Феберлик. Я его покупаю. Пользуюсь хорошо. Краны очень хорошо. Вот этот все очищает. Вот здесь все хорошо отходит. То есть просто супер. Насадка стоит 31. А это у меня с Феберлик осталось в шипалке. Я всегда начинаю со стекла. Я всегда это стекло натираю, вымываю. А потом уже начинаю остальную часть стекла у меня. Достаточно высоко располагается. Никаких капель ничего не будет на нем. Это все от баночек. Тут кружочки. Достаточно уже надо менять стекло. Нормально отмывает. Мне нравится. Заказывала Феберлик. Потом не делала заказ. Мне не нужно было ничего, кроме вот этой пшикалки. Ну, я думаю, что я уже буду делать заказ, если мне не нужно ничего по акциям, по скидкам. Все купила, что мне надо. Все у меня есть. Думаю, пойду и куплю на рынок. И так же пошла, купила на рынок за 31 рубль. Все нормально. Залила я доместосом белого нашего друга. Здесь у меня стоят бутылки. Это если воды не будет. Потому что иногда бывает, что часто отключают воду. Я всегда пользуюсь доместосом. Он мне очень нравится. В ванну я уже налила здесь. Средство от Феберлик для ванны. Всегда намачиваю бутылку. Бутылку старую беру. Когда мою посуду уже переходит в негодность, тогда ее беру, мою в ванну и выбрасываю. Наливаю на кран это средство. И растираю. Оно очень хорошо пенится. Хорошо обмазываю здесь. Хорошо везде. Промазываю. И все. Точно так же и с тем краном. И начинаю натирать этим средством. Могу открыть кран немножко. И все натирается. И оставляю. Оно у меня вот так вот стоит. Ненадолго. Могу еще добавить. Этим же средством я вытираю крышку унитаза. Все. Снутри, снаружи. Внизу унитаз этим средством тоже мною. Ну, как я это натираю унитазом, я вам показывать, конечно, не буду. Волосы забились. Ну, все. Один белый друг готов. Я его вымыла полностью. Здесь мне осталось натереть кран. Я его натираю. У меня есть тряпочка. Сейчас достану, натиру. Вот тут нет никакого налета. Все он убирает. Кран чистый. Есть такая салфеточка. Натираю внизу. Помыла полностью. Тут плитку полностью помыла. А теперь мы переходим к нашей ванной. Ванну я натерла. Все. Кран весь натерла. Сейчас буду смывать это все. И плитку тоже обрабатывать полностью. До тех пор, как я могу достать. Все. Работа сделана. Ванну вымыла. Все вымыла. Расставила все на место. У меня сын становится. Расставила все приспособления. Все, как у меня стояло. Здесь у меня ведро стоит. После ремонта оставалось. Я его использую в подъезде. Мою полы. Я его хорошо промываю. Оно у меня стоит. Несмотря на то, что оно старое. Оно очень удобное. Много воды в него вмещается. Здесь я храню пустые баночки. Сейчас мы полы не моем. Уже все отказались. Несколько женщин мыть полы. И теперь мы уже все полы не моем. Здесь я сушу перчатку. Пустые баночки. Полочки у меня остаются без изменения. Полочки неудачные. Я сюда много ничего не ставлю. Не могу поставить именно банки, бутылки. Вот такое вот. Оно все падает. Оно все. Будем менять, конечно, мы это все. Сейчас пока не до них. Но я обязательно хочу поменять на другие. Потому что вообще не могу ничего поставить. И мне приходится ставить бутылочки, баночки здесь. Как бы еще там в шкафу. Так что вот так вот. Все у нас чистенько. Мы хорошо поработали. Теперь можно и отдохнуть. Вот еще у меня закрывачка. Закрывала я огурцы бочковые. И закрывала заправку для борща. Это нужно все собрать в сумку. И муж отвезет в подвал. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok